Здарова, друзья! Периодически топы для слабого ПК выходят на моем канале уже больше года, но вот топа для мощных ПК я еще не делал ни разу. Причина тому настолько же очевидна, как и сами игры, которые нужно подбирать для подобного топа. Ведь все, что нужно для этого сделать, это перечислить все самые требовательные новинки, которые выходили в течение года. Игры, которые старше двух лет, уже под это определение никак не подходят. Ведь если вы не обновляете свой ПК по 5 лет и дольше, это не значит, что технологии и весь мир стоит на месте вместе с вами. Нет, новое железо выходит, а старое вместе с играми устаревает. Думаю, с этим разобрались и глупейших комментариев в стиле, где игры с 2015 и старше не будет. А теперь слушаем спонсора данного видео и стартуем. Подведем, так сказать, итоги ушедшего года и посмотрим на самые требовательные игрули. Ты что, еще не играешь в World of Warships? Да ты просто тратишь свою жизнь зря. В кораблях можно ходить по воде, стрелять по воде, торпедировать Ямато, отомстить за Титаник, играть в веселую мини-игру на выживание, торпедировать Ямато еще раз, исследовать морское дно, сгонять на юг и посмотреть мир, наконец-то потопить Ямато. В общем, здесь можно делать все, что только можно представить. А регистрация по ссылке в описании дает тебе бесплатный премиум крейсер Албани и 2 миллиона серебра в подарок. Ну и первая, достаточно требовательная игра, которая вышла в этом году, это Resident Evil 7. Разработчики пошли на достаточно смелый эксперимент и местами переосмыслили всю серию, сделав из нее не экшен-шутер от третьего лица, а полноценный сурвайвл-хоррор от первого лица. И этот хоррор иногда может даже выдать вам немало драйвовых экшен-сцен. В целом, игру приняли очень даже положительно, как простые игроки, так и критики. И если вы обладатель хорошего ПК, то вы тоже можете ее оценить. For Honor – многострадальная игра от Ubisoft, которая изначально планировалась как исключительно мультиплеерная игра. Далее, спустя год разработки, у нее появилась и одиночная кампания. И вот в начале этого года она официально вышла в релиз. И продалась так хорошо, что очень долго удерживала лидерство в десятке самых продаваемых игр 2017 года. Но, к сожалению, высокий онлайн ей удержать не удалось. С каждым новым обновлением игроки теряли интерес к мультиплееру. Да и самые очевидные проблемы в игре никак не исправлялись. Поэтому проект можно назвать успешным лишь отчасти. Но поиграть в него все же стоит. Хотя бы ради одиночной кампании. Ghost Recon Wildlands. Снова игра от компании Ubisoft и снова финансово успешна. Игру раскупили очень хорошо, в первую очередь благодаря кооперативу и рекордно огромному миру в играх от Ubisoft. Заняться в этой игре действительно было чем. Вот она и разлетелась как горячие пирожки. Но вместе с этим также множество людей жаловалось на ее оптимизацию. Лично я играл только в бету и у меня все работало идеально. Но как ни крути, для этой игры все же нужна мощная машина. Тогда и никаких проблем вы ощущать не будете. Даже играя на ультра настройках. New York Automata. Ну что ж, пожалуй приз за звание самой сексуальной женской героини игр 2017 года достается героине именно из этой игры. Сколько же ее приятный задок породил мемов и потрясающих косплеев. И это я еще молчу про огромный финансовый успех игры на всех платформах. На ПК она кстати вышла не сразу, а спустя месяц. Впрочем, хорошо, что хоть вышла. Но все же, несмотря на ее не совсем уже потрясающую графику, для полных максималок вам потребуется очень даже мощный ПК. Mass Effect Andromeda. Это игра вокруг которой в этом году разгорелся один из самых, если не самый серьезный скандал. Я в эту игру не играл и своего мнения о ней пока еще не имею. Но вот огромное количество игроков, помимо многочисленных проблем игры, жаловались на ее оптимизацию. Игра получилась сыровата в техническом плане и только самые мощные ПК смогли потянуть ее, не испытывая при этом никаких проблем. Outlast 2 Хм, достаточно спорная игра как для этого топа, ибо движок в игре не изменился, поэтому и особых изменений в графике тоже не наблюдается. Соответственно и требования к железу тоже не шибко высокие. На оптимизацию этой игры по большей части совершенно никто не жаловался, так что думаю комфортной игры на максималочках можно будет добиться не только на мощном ПК, а и на среднем. Но лучше всего, конечно же, на мощном. Sniper Ghost Warrior 3 Sniper Ghost Warrior 3 Это еще одна игра этого года, которая получила множество жалоб на оптимизацию. Даже на топовых коробках игра умудрялась проседать, и лишь настоящие гиганты ПК производства не испытывали никаких сложностей. Впрочем, говорят, что с патчами ситуация изменилась в лучшую сторону, и теперь любой мощный ПК тянет ее стабильно на полных максималочках. Prey Prey Расхваленная игра от беседки, которая своих положительных оценок, конечно же, заслуживает. В ней все получилось на высоте, особенно оптимизация. Полет нормальный на значительном большинстве ПК-коробок. Мощный ПК легко вытянет стабильные 60 фпс на полных максималочках, так что если вы обладатель такой машины, эта игра вас ожидает. The Search The Search – это экшн-РПГ в фантастическом сеттинге будущего от создателей игры Lord of the Fallen. Разработчики, будем честны, они не сильно известные и богатые. Много ресурсов на свои игры не тратят, соответственно, и мега запредельного и требовательного графона в их играх ожидать не стоит. Именно поэтому из The Search получилась обычная игра под стать современным меркам. Любой мощный ПК с легкостью вытянет из нее полный максимум производительности. Injustice 2 Destiny 2 Игра вышла на консоли в мае этого года и на ПК ее никто даже и не ожидал, но совершенно внезапно ее релиз все же состоялся осенью. Игру похвалили и за сюжет, и за геймплей, и конечно же за производительность. Над ПК-портом заметно постарались и все сделали грамотно. Играть очень даже комфортно. Отличный файтинг, который всем стоит порекомендовать. Destiny 2 Ее релиз на консолях состоялся в начале сентября, а релиз на ПК отгремел в конце октября. И все прошло успешно. ПК-порт порадовал многих. Все работает идеально без провисаний и падения фпс. Мощные ПК могут совершенно ни о чем не волноваться и спокойно играть на полных максималочках. Project Cars 2 Это гоночный симулятор. Как всем наверняка известно, жанр гоночек не является местом реализации гениальных идей и уникальных разработок. Как и в любых других спортивных симуляторах, в гоночках игру можно улучшать лишь усиливая ее реализм и графончик. Добавить новые игровые режимы еще можно, но основа это все же графончик. С выходом каждой новой части любые разработчики постоянно хвастаются реалистичными каплями дождя на машине, грязью, погодными условиями и потрясающими пейзажами. И не сложно догадаться, что для всего этого добра нужен очень даже мощный ПК. Поэтому, если вы таким обладаете, то современными гоночками вы сможете насладиться сполна. Плюс, на следующие две игровые позиции в моем топе можно поставить еще две гоночки, вышедшие в этом году. А именно, Forza Motorsport 7 и Need for Speed Payback. В Need for Speed Payback вас даже полноценная одиночная компания будет поджидать. Ну а во всем остальном, все эти три игры являются отличным развлечением для истинных любителей. Так что, вперед! В Средиземье Тени Войны Это, пожалуй, лучшая игра на сегодняшний день во вселенной Властелина Колец. Думаю, о ней вы и так все прекрасно знаете. А если говорить максимально коротко, то игру стоит рекомендовать людям, которым понравилась первая часть. Если вы из таких, то вторая вам зайдет еще больше. Если же нет, то игра вряд ли вам подходит. Ведь в ней, как и раньше, нужно очень-очень много гриндить и исследовать огромный открытый мир. Я такое люблю, куплю ее с хорошей скидкой и обязательно сделаю обзор. Ну а если вы обладатель мощного ПК и вам не терпится в нее поиграть, то можете ее покупать прямо сейчас. The Evil Within 2 The Evil Within 2 Еще одна игра от компании Bethesda, которая, как и Prey, может похвастаться своей отличной производительностью. Жалоб на эту игру почти не поступало. Общественность приняла ее очень хорошо. Для мощного ПК она подходит в самый раз. Полет обещает быть идеальным. Assassin's Creed Origins Долгожданное возвращение блудного сына Юбисофт. Ну как сказать долгожданное? Он всего годик отдыхал, пока его место Watch Dogs 2 занял. Но да не об этом. Новый Ассасин ожидаемо получился великолепным. Ни простые игроки, ни даже критики не смогли перед ним устоять. Самый большой открытый мир в серии игр Assassin's Creed. Великолепно подобранный сеттинг. Зашкаливающее внимание к деталям. И многое, многое, многое другое. Включая отличную оптимизацию. Я в Ассасина, кстати, тоже поиграл. С его похвалой полностью согласен. А отдельное видео по игре можете посмотреть по ссылке в описании. Я обзорчик на него тоже делал. Миджаев больше нет. Теперь мы... Ассасины. Вольфенштейн 2 The New Colossus. Безоговорочно один из лучших, если не лучший шутер 2017 года. С массовой расчлененкой и тотальным геноцидом нацистов. Но это еще далеко не все его достоинства. Еще он может похвастаться отличным сюжетом, проработанными персонажами, драйвовым геймплеем и, как вы уже поняли, хорошей оптимизацией. Стабильные 60 фпс на мощном ПК вам гарантированы. Максимальные настройки ждут именно вас. Если, конечно, у вас есть мощный ПК. Вольфенштейн 2 Call of Duty World War 2 Это один из самых спорных проектов этого года. Дело в том, что лично я эту игру не покупал и пока в нее не играл. Но вот те обзоры, которые я посмотрел и отзывы, которые прочитал, кардинально друг от друга отличаются. Одни говорят, что графон никак не изменился, другие говорят, что это первый ощутимый прогресс в плане граффити в серии игр Call of Duty за долгие годы. Я уверен, что истина где-то посередине. Свой вариант вы можете написать в комментариях. Если вы, конечно, имели возможность оценить графон на полных максималках. Если нет, то и судить вы, собственно, не можете. Впрочем, несмотря на графон, колда всегда отличалась завышенными системными требованиями. Так что если вы не обладаете топовым ПК, делать вам в ней нечего. Ну и последняя игра сегодняшнего топа, как вы уже догадались, это Star Wars Battlefront 2. Но по факту особо графоном в этой части повосхищаться не получится. Ибо он не сильно-то уж и изменился. Но несмотря на это, Star Wars Battlefront 2 можно по праву назвать одной из самых, если не самой, красивой игрой на рынке. И кстати, не такой же требовательной. Так что если там уже починили ситуацию с донатами, и вы являетесь фанатом Звездных Войн, то эта игра создана именно для вас. Ну а на этом все. Надеюсь вам понравилось данное видео, и вы оцените его лайком. А также подпиской на основной канал, на лайв канал, там я буду стримить чаще, ссылочка в описании, нажатием на колокольчик и своим царским комментарием. А еще можете по рекламной ссылке перейти, вы мне этим очень поможете. И еще на группу ВКонтакте подписаться, там я периодически устраиваю раздачу ключей. Вот вам кстати и бесплатный ключик на активацию игры в Ориджине. А на этом все, всем удачи и всем пока.